Кстати, насчет Америки и автомобиля. Вы ведь в Коннектикте вас остановили в пьяном виде. Я вот на своем пути, у меня в Калифорнии был. Сразу наручники или в Коннектикте это по-другому? К сожалению, это не очень приятная ситуация, но это было, это реальность и не хотел бы я менять ничего в своей жизни. Наоборот, просто это урок для меня. У меня тоже был урок, потому что я в наручниках оказался в первый раз в жизни. Так, ну и как это вообще все происходило? По процессу пошло. Я говорю, слушайте, давайте еще раз. Я говорю, здесь так ветрено. Он посмеялся, говорит, ну давайте еще раз. Ну все равно, ну там понятно было. Он говорит, в принципе, вы все сдали, но я просто знаю, что вы выпившие, поэтому меня все равно забрали. Но на вопрос, например, оружие или там что-то, вы идете в багажнике? Я говорю, ага, он открывает там теннисная ракетка, мячики, коньки, лыжи. Ну то есть весь такой спортивный инвентарь. Ну да, это, не скрывая, это было, конечно. Два-три года, да, вам было? Это 83-й было? Я же не помню, какой год это было. Ну если верить интернету, да. А как тренер отреагировала на всю эту историю? Ну понятно, что здесь... Ваша отработка вот была вот этих, вот надо было на лекции ходить или что? Да, я сходил, я посещал лекции, ну очень много положительной информации, но да, информация была, но зато, знаете, она не забывается никогда уже больше. И ты просто понимаешь, что по молодости, по дурости ты, да, совершил, слава богу, что все тихо, спокойно, ночью ехал, вообще ни одной машины не было. А из бара из какого-нибудь? Почему? Ну, уже неважно, это свадьба. А, со свадьбы? Это свадьба, свадьба, свадьба. Татьяна Тольевна, понятно, что здесь говорит, ой, Лешечка, ты не расстраивайся, ну, пустые слова, да, виноват и готов понести наказание. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.